Доброе утро, дорогие гости, учителя и уважаемые родители! Доброе не только из-за добра, из-за ясно-побода, что у нас на улице, а прежде всего из-за добра, которое оно нам несет. Ведь сегодня день начала учебного года, новых встреч с огромным миром знаний, которые готовы открыть вам учителя. Доброго настроения вам, добра, гостям и участникам нашего праздника! Веселого лета, как дорого ты, в луках ароматы, пестреют цветы, а в гордых лепташек звенят голоса, их пениях парения летят в леса. В школу молнии, пения птичек, еще не зеленые, не мягкие травы, ведь в ней летать птицы, пошло не сойдет, и в школе готовимся. Настал час нам в школу идти на учение. Мы просим тебя, наш Иисус, помоги, изли ты на нас свое благословение и помощь, и силу на новом пути. И в школе, и дома, и с детьми мы будем, дай нам свое благословение, и великие твои, дай помнить свое благословение и звать. Сегодня мы взрослый, любимый отец. Веселого лета, как дорого ты, в луках ароматы, пестреют цветы, а в гордых лепташек звенят голоса, а с ними и мы прославляем творца. ПЕСНЯ 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 Иисус мой Парус, Розенвёрзая, Весь благодати плечёт меня. Вмиг от Невина всё я ломала, Яростные волны бьются во борта, Вёсты переломаны только когда май, Светлой ручей белый парус мой, Ты мой белый парус, Моя лая, Рассекая волны, Ты идёт в небеса. Иисус мой Парус, Розенвёрзая, Ветер благодати плечёт меня. В нашей жизни гроза это дела, Что без Бога сделаны, Что б спасти себя, Спасти не приготовлено, Богом самим, Белый-белый парус, Розенвёрзая, Ты мой белый парус, Моя лая, Рассекая волны, Плывёт в небеса, Иисус мой Парус, Розенвёрзая, Розенвёрзая, Ветер благодати плечёт меня. Сегодня 1 сентября. Праздник первого звонка. Это самый долгожданный день для тех, кто первый раз переступит порог школы. Но не только для них, но и для тех, кто не впервые сядет за парку, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной открытий, школьной дороге. Ты сегодня, старый классник, в этот день осенний, бездадежно, и прекрасно будет настроение. Ты уже окончил первый, самый главный класс, и родители, наверное, знаниями потряс. Безусловно, ты герой, смотри и отважный. Начинается второй год, конечно, важный. Класс второй, дружище, будь терпелив в истории, и учись не как-нибудь, а учись без двоих. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не думал так. Говорить-то специально не может есть. Дело в том, что учатся, когда по моменту набирают по ума разуму, а потом постепенно осознают по слоевству. Встречают по одежке, а провожают по уму. Относительно одежки у вас все нормально. Вы одеты в России и не то, что я тут такой. А вот как с вами разговаривать, на какую тему интересны вы будете друг другу, вот все это будет зависеть от вас. Я вот сегодня спрашивал приходящих учеников. Утром задал вопрос тебе сначала. Какой день для них более радостный? 1 сентября или когда качают учиться? Первого спрашивают, отвечают, нет, не охота. Второй, нет. Спросили скифаем, а надо рвутся и попал в другую сторону. А когда заканчивают, они из школы пулей вылетают, все, на велосипед, купальцы, ягоды, лето. Вот. А нужно бы все-таки наоборот. Я вам пример небольшой оставлю из мирской литературы. Вы знаете, Ломоносов – это нам не чужой человек. Ихайя Васильевич – русский человек. И он так хотел учиться, а учиться он не мог, потому что там школы не было. Какой он хотел? Выше, Халмадора. И он пешком, Савозом до Москвы дошел. И кем он стал? В России не нашлось человека, который дальше научил его. Он поехал за границу, отправили его. И там наконец-то превзошел всех учителей и вернулся. И буквально нет ни одной опросы. Плоть до того, что сегодня еще едва доходит, где в астрономии он оставил свет. Он сказал, какая атмосфера на Марсе будет. Будет ли она? Вот это знание. Нужно, чтобы вы, этот окружающий мир вас, поняли, как неизвестная зоба, терра инкоп, это называется, земля неизвестности. И чтобы ты останавливался перед каждой букашкой, птичкой. А для чего она? А как она? Что мне интересного? Какая польза нам? Как Бога прославить за них? И думал, вот в книжках найти, а книг много. Ох, скоро в школу. Уж я тут спрошу учителей, они все знают. Учителя-то от этого и учителя. Наш Спаситель Христос называется Учитель. Ему подбегали люди и говорили, Учитель, Учитель. То есть он все время их учил. Учить надо. А учение построено на послушании. В детях, если нет послушания, вы ничему не научитесь. То есть знания какие-то у вас будут, отрывочные. Настоящие капитальные знания вам не добыть, если нет послушания. Вот пример. Японская нация. Дети идут на экскурсии. 30 учеников. Что у нас 30 учеников? Она их не соберет никуда не все. Все идут с флажками. Ни один в сторону никуда не смотрит. Наконец учитель останавливается и говорит, вот здание, посмотрите, угол этого здания, это архитектура 17 века. 30 фотоаппаратов одновременно направлено на этот угол и фотографирует. Учитель дальше говорит, обратите внимание, вот повозка стоит. А эта повозка изобретена была в Португалии. Можно фотографировать. 30 фотоаппаратов. У нас тут не один фотоаппарат, дорога разберется, берет половину его. Основные гайки на дороге валятся. Вот их вдруг фотоаппаратом будут бить. Дисциплины нет. Поэтому в армии геновщины убивают. А япония знает геновщины. В Ницинской России, где об этом не слышали, что в мирное время убивали свои, своих убивали. А сегодня эта речь идет о тысячах. Поэтому поставьте себе задачу. Учиться надо тому, о чем говорит Писание. О Писании говорит, Дух Святой придет и научит вас. Вот о чем сейчас молились. Солю Небесной Утешни. Это молитва Духу Святого. Мы ее всегда пели перед началом занятий. На каждом уроке. Я не знаю, можно ли это вести, но сначала надо разъяснить. Эта молитва очень глубокая. Я вел занятия в университете и полтора года объяснял эту молитву перед началом. Целую серию бесед записали. И каждое вступление 20 минут. Посчитай, сколько это. А то у меня восемь занятий в один месяц, урок, что это на 20 минут. Теперь у наших молодых годов. Такая глубокая молитва. Вы ее не знаете. Поэтому чему вы научитесь, приходя сюда и уходя? Я небольшие наказы вам хотел бы дать. Вот у вас дома есть и у кого-то с собой, я вижу, уже есть мобильные телефоны. Они настолько вредны, что сегодня исследования идут и еще впоследствии разговоров только через три поколения выразятся. В день можно разговаривать взрослому. Не более пяти раз. Пяти. По две минуты. Два мобильных телефона поставили, они же ними куриное яйцо. Включили радио, оба включили. Они работают. Через час прудуют с вами на яйцо. Дети страдают в таком возрасте сегодня полным маразмом, забывчивостью. Они телефона тут от ушей не откладывают, не относят. Сколько убило молнии, это обороны очень нужны. Но вам не надо его брать с собой. Может быть только разъездовский брат, чтобы заблудился где-то, да. А вам он не нужен никому. Далее, второе. Это телевизор. Вот я сказал, а вы для себя в разбитии. Я возьму учебу и уже началась. Вот этот аппарат очень бредный. У меня крепкое здоровье. Я носил в этом кармане. Ровно через месяц обращился на недомогание, пошел в ваня и меня уже колет. Переместил в другую сторону, рядом. Более исчезли. Доказывать ничего не надо. По пустякам молотит языком. Вы постарайтесь слова сделать свои взвешенными. Мы сейчас смотрим китайский мудрец. Он говорит, я тебе оставляю девять слов. Девять слов, которые поддерживают государство. В первую очередь основания. Фундамент должен был заложен хорошим. Какое? Павел говорит, я положил основание. Глава первая, кармитра пятнадцатая. Заложить учителя это основание во всех. А вы его примите. Вера в Иисуса Христа. Если этого не будет, ваши знания вам ничего не дадут в жизни. Это все из головы вылетается. Вот эти святы завянут. Вы заставитесь и придете в жизнь, к концу жизни ни с чем. Второе, это зараза, телевизоры. Облепились вышками вся деревня православная. У меня нет телевизоров. Никогда не было. Я за весь год ни одной минуты не смотрю телевизоры. И могу беседовать с министрами, с профессорами, с академиками. И ни разу не был поздравлен. Они говорят, мы отходим, как будто дня не учились. Почему? Бог это дает. Бог дает. Я пришел к вам по одежке. А будете провожать меня сегодня по уму. Я хочу заложить вам эту черепную коробку. Главное. Для вас сегодня нужно просто выписывать. То есть воспитать в себе уважение к старшим. На первом месте закон Божий вносит власть. Установленная от Бога. Это власть мужа над женой. Далее власть родителей над детьми. Ну а когда льва дальше, конечно, государственный строй, все. Но далее учителя. Чтобы взрослые никогда про учителя и про священника ни слова не говорили плохого. Есть что, отдельно нигде не приди скажи. В детях заложите авторитет. Не будет авторитета учителя. Они просто будут приходить, могут и пятерки оставлять. Но вырастет страшное хамье. Это безобразные люди. Несчастые женщины. Развальные семьи. Положите в них уважение к закону Божьему, к Святой Библии. Я в своей жизни испытал очень много. Видел людей разных национальностей. И скажу, где нет веры в Бога, в страха Божия, там все мраком покрыто. Развальные семьи. Знания не пропьете. Пусть стоите здесь, кто-то пьяный будет, кто-то разбеленный будет. Вы очень быстро вырастите. В моих глазах я вижу уже, некоторые клиенты здесь, они уже учатся где-то в городе. Святые отцы учат. Воспитываться всякой строгостью. Учителя не могут это на сегодня делать. У них нет власти. Старые картины показывают ученик, стоит в углу на горбах и голодами коверками. И он не ты его не можешь показать. Но ты ему рассказывал то, что он написал. Не считая посрамления отвергающего учения. Какое учение? Какое? Доброе, святое, чистое. У кого нет Евангелия, вы ко мне сегодня подойдите. Я вам подарю новое заветное. Я не знаю, куда ваше естество. Развестность не только. И каждый день считайте хотя бы по одной главе. Тогда вам наши ученики потерялись. Они будут как светило в мире, перед почерствами, перед всеми, где нет Евангелия. Вы не можете начинать с того небеса. Дома молитесь. Просите за каждого ученика. У него двойка. Этот двойка ему может быть в жизни. Это плохой хирург будет. У него кто-то умрет на столе. Это плохой будет взяточник. Депутат-калиционер. Вы формируете учителя сегодня в будущее России. А будущего у нее нет. Без Бога. Добавляю. Без Христа. Без Христа. И когда меня спрашивают на конгрессах, где приходится бывать. Там тоже по одежке встречают. А это зачем Бороданин Бабин так пришел? Спрашивают. Я отвечаю. Национальная идея, меняющая всех четыре слова. Дети, воспитанные во Христе. Это все. Это нормальная семья. Это уважение к старости. Потому что он во Христе воспитан. Это хорошие дружники. Ни одного вора. Ни одного прелюбодия. Ни одного бандита. Ни одного рекоментированного убийцы не будет. Дети, воспитанные во Христе. Чтобы дети никогда не слышали, как мать что-то говорит на отца. Можно упасть и не слышать и не видеть. Против родителей ни одного слова нигде не сказать. Против учителей. Заврите языки, говорится, продадите. Вот тогда это первое сентября. Для вас будет церковным годом. Раньше этот год начинался с первого сентября, а не только учебным. Вы научите в школе тому, чему ни в одной школе не учат. А учителя постарайтесь испугать вкладывать в них. Изучайте биологию, математику. Назовите имена великих ученых, как Пасхан, Ньютон. И скажите, что Ньютон снимал шляпу, когда кто-то произносил слово «Бога». Пасхану снимал шляпу. Я в присутствии Бога говорю, чтобы у них был страх. Не так, что вот сейчас вы вышли, развязовские. Ну, а там никто вас снимет. Тогда папиросы достал, вы знаете, кто ходил, курил и прочее. А ты все время под присмотром Божьим. Дорога, чтобы ни одной бумажки нигде не валялась. Это ваша земля. Идете дорогу из стеколки. Все соберите. Берегите все, что вокруг вас. Чтобы незадлежны были наши пруды. Чистые поля. Нигде не причинив ни одной пташки. И она лишь на листика не соберет. Научите жить очень экономно. Потому что богатых здесь нет. Только чуть-чуть один другого богаче. Богатство внутреннее. Если ты приобретешь мудрость, мудрость дарует тебе все. Соломон не просил смерти врагов. Многие об этом говорят. Не просил богатства, не просил долголетия. Он просил у бога мудрости. И великий учитель бога и бога говорит за то, что ты не просил того, второго, третьего. Я это все дам тебе. Попросите сегодня мудрости у бога. Христос наша премудрость. Он за каждого из нас умер. Мы рождены для вечности. Вот это, что вы сейчас будете узнавать. Старайтесь направить к вечности. Заведите все свои темы в библейскую тематику. Чтобы ребенок, изучая биологию, он увидел это творение Божие. Изучая русский язык, он поблагодарил Бога. Какие проповедники на этом языке были. Какие переводчики. Какая Библия. Каждое слово можно прикинуть. Высветить его во свете Библии. И тогда вот вашего 1 сентября. В конце вашей жизни. Будет началом новой вечной жизни. Откроет врата неба. И учителя ваши. В смертный час. Предстанут вам как путеводители. Мы в рай вошли. Потому что они старше вас умерли. И они вас будут сопровождать. Обученские молитвами своими. Которые здесь были на земле. Мое пожелание. Чтобы вся учеба ваша. Была направлена для познания Господа. Чтобы они хвалились не отметками. А написано. Хвалящееся. Хвались тем. Что знает Господа. А тут многие получили бы сегодня. Даже не только не получили. Выполнимая эта задача. Спросят. Вы говорите. Очень высокую шкалу берете. Отмечаю. Выполнимая. Вы знаете. Когда запрещено было даже. Перекреститься. И говорят. Большие столы. Так смещение. Потах. Матилуй. Бог. Сколько здесь много. На весь стол. И даже. Поперек. Сколько настаивались. Вот. Он ничего не сказал. Он совершил крестное знамение. Ты все время. Думай. Я здесь ввереный. Вы быстро вырастите. И умрете. Вот там. Скелет стоит. Там. А. Я вчера попросил его вытащить. И сфотографировался с ним рядом. Знаете. Прекрасная сообщесть. Напротив храма. Напротив школы. Красивые фотографии получатся. Надо помнить. Оне смерти написано. И воверх не согрешишь. А согрешить это означает. Оскорбить старшего. Младшего. Вы вдруг заодно заступаетесь. А только дверь. Говорят. Открыли. Дверь. Куда. Ноги не облили. Друг друга не видят. Не кричите. Не бегайте. А вы здесь спокойно разговариваете. Как у японцев это есть. Как у других национальностей. Там никто никого не тронет. Они все как воробьи за одного. А у нас все в разные стороны. Сегодня если вы помолитесь. В конце вот этого представления. Так хорошо обдуманного. Господь сильно благословит вас. Через руки паспеля. Которые здесь. И у вас будет все дома. Конечно. У кого дома родители не берущие. Пьют. Курят. И очень трудно. Но. Впереди ступень эту можно. Михаил Васильевич Ломоносов. О котором мне сказал начальник. Он постиг очень много. Он писал стихи о Боге. О северном сиянии. Ему так. Новое Бог открыл. Даже не постижил. Что он был в человеке. Как Павел Флоренского. Вы просите Бога. Я вам могу сказать. Заглядно. Я с вами почти 10 лет не встречался. Но. С Никитой. У него очень голубые. У него другой с радостью совсем будет. Он на него ухаживает. Голубятник. У него новое познание. Новая область. Вы можете его спрашивать. Вы можете сказать. А что вы не готовите? Да глупятник. А у тебя спятник. А третий что-то читал. Делитесь с какими-то книгами. Что-то вам родственники рассказали. Учеба это не школа только. Это сля наша жизнь. Притом очень многое берется из того, что мы делаем. Тут вы для вас, может быть, плохие учителя, взрослые. Но отчаяниться не надо. У нас впереди Христос. Мы идем за Ним. Ему слава вовете. Аминь. Аминь. Слово предоставляется директору нашей школы Барабаш Ильине Анатольеву. Дорогие ребята, родители, коллеги, гости. Я всех приветствовать рада в стенах нашей школы. Школа вновь открыла двери для всех. Детям, конечно, я пожелаю, чтобы они не потеряли интересы к новым знаниям. А родителям и бабушкам, чтобы у них было терпение. Чтобы они почаще проводили время со своими детьми. И у нас все будет хорошо. В прошлом году наши дети учились в Новосибирской математической дистанционной школе. В августе пришли сертификаты, подтверждающие, что дети закончили годичный курс обучения в дистанционной математической школе по форме коллективных учеников. Это Новосибирский центр продуктивного обучения. И вот я хотела бы сейчас эти сертификаты вручить. Ученицы в прошлом году, 5-го класса, сейчас 6-го. Глушковой и Уитте. Сертификат. Устиновой Анфисе. Глушковой Таисе, тут прям печать, подпись директора этого центра. Устиновой Елизавете, кроме сертификата, еще и диплом, что она показала лучший результат среди учащихся 5-го класса олимпиады на математике. И у Василиса точно так же сертификат и диплом. И Парабаш, и Дмит. Говорю, девушек, все там сами люди. Ну все, и вот на следующий год мы продолжим обучение. И кто из детей, пожелай Богу всех в этой школе обучаться. У меня в конце. Хорошо. Школьные двери вновь распахнутся. Завтра учебные будни начнутся. Ну а сегодня праздничный час. С праздником мы поздравляем всех вас. Мы долго ждали праздник знаний. Начали с самого сентября. И не боялись всего заданий, что нам дают учителя. Спасибо Вам за Вашу смелость, за теплоту и доброту. Хотим, чтобы радость не согрелась. Сердечко Ваше на ветру. ЗВУК. Играет музыка. 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 Играет музыка.